Всем доброго времени суток! Спешу поделиться с вами своей радостью, а именно заказом из интернет-магазина Ларри Дуд. Как вы видите, перед вами красавец, адвент-календарь от Ларри Дуд. Я, знаете, как-то не очень понимаю, когда... Но ни в коем случае не осуждаю, нет. Когда девочки садятся перед камерой и открывают каждое отделение, каждое окошко адвент-календаря и демонстрируют не только себя, но и продукты. Мне, если честно, такой формат кажется очень странным. Ну, можно как бы в начале видео посидеть, представиться, поздороваться, а затем уже переходить к рассматриванию продуктов уже в таком режиме, так сказать, ручек. Руками показывать всё и показывать приближённо продукты. Ну, это такое небольшое отступление, потому что я сколько вот смотрю тех блогеров, которые показывают адвент-календарь, и процентов на 90 сидит женщина или девушка и показывает, так сказать, себя. На заднем плане стоит адвент-календарь и идёт демонстрация продуктов. В общем, это было такое лирическое отступление. Давайте теперь будем смотреть адвент-календарь. Очень красивое оформление, как всегда. Но они молодцы, каждый день хорошо, красиво, каждый год, вернее, хорошо, красиво оформляют. И в этом году мне понравилось, что это самая настоящая коробка, которую можно будет потом использовать. Ну, а вот в этой коробке здесь уже непосредственно имеются коробочки маленькие, которые я потом выну. И здесь можно будет что-то хранить уже. Ну, вот здесь тоже какая-то такая информация, чему посвящён этот календарь. А посвящён он, честно говоря, даже не читала. Ну, увидела слово Бретон, Бретонский полуостров или Британский полуостров в регион Бретон во Франции. И вот ему посвящается, так сказать, оформление этого адвент-календаря. Поэтому здесь, знаете, всё-таки для меня это, ну, оформление из разряда поздней осени. Поздняя осень, вот, ноябрь, конец даже ноября, но не декабрь. Хотя, может быть, в Бретоне там тоже в конце декабря, к 25 декабря, ну, имеется вот такая вот листва, как изображена здесь ягода и так далее. Наполнением я очень довольна. Я знала, что находится в этом адвент-календаре, поэтому его заказала. В прошлом году не заказывала. Всё, переходим к наполнению. Не буду уже больше болтать. Наверное, уже вас заболтала. Давайте начнём с волос. И для волос здесь представлены два продукта. Первый продукт, который у меня был неоднократно, но он у меня был не обновлённый вот в этой серии. Это, ну, короче, это такая маска для, или бальзам ботанический для сухих и повреждённых волос. С 30 миллилитров здесь и эта миниатюрка. Здесь в основном в адвент-календаре в основном все миниатюрки представлены. Исключительно. Но есть и полноразмерки, неправильно я вам сказала, есть, конечно, и полноразмерки. Так, следующее, что для волос, это восстанавливающая маска вот такая с маслом Жужуба. Не знаю, новинка это или нет. Ну, что касается этого продукта, он у них был. И у меня был этот продукт, но просто в старом оформлении, может быть, в старом дизайне. А может быть, они как-то формулу изменили этого продукта. Поэтому, ну, дизайн новый, а продукт мне знакомый. Кстати, очень хороший, хороший бальзам. Следующее. Теперь давайте перейдём к телу. И здесь вот в календаре очень много продуктов для тела. И это их лимитки, я так поняла. Лимитки новогодние, которые вот не сегодня, а завтра появятся в продаже. У нас ещё в Норвегии они не появились. Я вообще, знаете, была удивлена, что этот календарь в продаже появился. Я хотела купить продукты с 70-процентной скидкой. Там 70-50 было процентов. Ну, ещё плюс-минус 100 крон было к заказу в минусе. И как-то, знаете, заглянула, думаю, а что в новинках? А в новинках вот этот адвент-календарь. Опа! Думаю, надо заказывать срочно. Но я тут сейчас ещё покажу вам продукты, которые я всё-таки заказала с большими скидками. Так, а теперь возвращаемся к календарю. И новая лимитка. Да, лимиток нет ещё. Только вот адвент-календарь появился. Так, и что это? Это рождественская серия с маслом карите и миндаля. По-моему, амандэ – это миндаль. Это продукт для сухой кожи. Это лосьон для тела. Запах потрясающий. Очень вкусный. Очень такой приятный. Просто вообще. Как появятся только полноразмерки, я обязательно куплю себе. И это гель для душа. Для сухой кожи тоже. Но это вот как раз-таки продукты, которые будут очень-очень хороши для зимнего периода. Это позднеосеннего и вообще осеннего периода. Здесь тоже масло ши и какой-то софт элмонтс. Элмонтс – это опять же миндаль. Мягкий миндаль, наверное. Или нежный миндаль. Что-то такое. Так, два продукта. В общем, запомнили эту серию. Новая, которая выйдет, лимитированная. Затем следующее. Следующее – это шауэр-гель. То есть гель для душа. С экстрактом водоросли. Я вот не знаю точно. То ли это у Ивроше новая серия. То ли она обновлённая. У них, конечно, серия с водорослями есть. И много чего выпускалось у них с водорослями. Но вот как-то дизайн меня настораживает. Мне кажется, это какой-то новый продукт. Ну, приятно пахнущий. И было у меня что-то от водоросли. Но запах был другой. Может быть, даже что-то они новенькое создали. Буду с удовольствием пользоваться. Так. Ну, гель для душа. Тут и вообще продукты для тела. Тут в основном из разряда новичков. То есть лимиток рождественских. Так. Следующее – это тоже гель для душа. Вот такая вот серия. Замёрзший. Вернее, не замёрзший. Frozen litch. А может быть, и замёрзший, правильно. Или подмороженный litch. Ягода litch. Интересно понюхать. Я ещё, кстати, не... Ой, такой кислый какой-то запах. Не очень приятный. Я такой не очень люблю. Но здесь ещё вот бьёт сразу в нос. Еловое что-то. Что-то такое есть здесь. И сразу для себя сделаю вывод, что я такой вот продукт, если он будет в продаже, полноразмерку такую я не куплю. Потому что это не мой запах. Сразу такой вот кислотой какой-то бьёт в нос. Ещё один гель для душа. Это тоже рождественская серия. И что здесь? Это... Ну, короче, специи. Давайте немножечко протестирую. Ну, это и корица здесь. И действительно, вот какие-то рождественские пряности. И ванилин чуть-чуть здесь прослеживается. Но в основном коричное что-то. Коричные печенья сразу мне вспомнились. Новогодние. Которые скоро будем кушать в неограниченных количествах. Такой бы я продукт взяла. Да, полноразмерный. Да и, наверное, возьму. Так, следующее. Это ещё один гель для душа. Как хорошо, что их много положили. Это тоже... Я не знаю, это ли митка или обновлённое что-то будет. Но это, в общем, гель для душа с экстрактом овса. И баквит. Это, по-моему, гречка. И с гречкой. Тоже интересно. Ой, приятный запах. Очень приятный. И овёс. И овёс здесь ощущается. И что-то такое гречневая каша какая-то. Но если я правильно перевела. Я вот знаю, что по-норвежски буква это гречка. А вот по-английски я, честно говоря, я и не знаю, как гречка будет по-английски. Но название похоже. Поэтому я думаю, что это тоже гречишный такой гель для душа. Так. Что ещё? Здесь вот ещё... Так, гель для душа. Гель для душа. По-моему, я все вам показала гели для душа. Девочки, я вам не показала шампунь. Ну, как же я так пропустила. Тоже, наверное, думала, что это гель для душа. Нет. Это шампунь для сухих волос с экстрактом цинтеллы. Наверное. А может быть и не цинтелла. Это мне бы, наверное, так хотелось, чтобы была цинтелла. Ой, какой запах вкусный. В общем, если подойдёт мне шампунь, я обязательно закажу полноразмерку. Очень хороший. Давно у меня просто не было продуктов для волос от Ивроше. Я имею в виду шампуней, каких-то бальзамов, ополаскивателей, масок. Ну, запах мне здесь понравился в этом продукте. Так. И ещё два продукта в таком же формате, в мини-формате. Это лосьон для тела с органовым маслом и розой. Ну, это, наверное, у них обновлённая. Ну, да, это обновлённая серия. Помните, раньше была... Да, она, по-моему, сейчас есть в продаже. С органовым маслом и розой. Продукты гели для душа и лосьоны для тела. И они у меня были много раз хорошие продукты. Ну, и последнее – это тоже гель для тела с медовыми цветами и хитер. Или хидер. Хидер. Не знаю, что такое хидер. Надо срочно опять возвращаться к английскому языку. Ой, приятный запах. Запах луговых трав. И таких, знаете, уже вот осенью, когда куда-то вот выходишь, осенью... Ой, прошу прощения, тапок у меня упал. В общем, осенью, когда выходишь вот в поле, и вот эти вот травы перезревшие, вот этими травами и пахнет вот этот продукт. Очень хорошо, кстати, пахнущий. Так, ну всё, для тела всё. Теперь для рук. И для рук здесь вот такой вот крем для рук. Тоже это Frozen Litchie, который мне не очень понравился. Дайте я крем апробирую. Ой. Знаете, он как-то... Ну, тоже такой же запах. Как-то так взял и выстрелил мне в нос. Ну, а из носа у меня аллергия на что-то. Поэтому нос слегка заложен. Ну, крем хороший. Но запах, запах это не мой. Я, конечно, этот крем использую, но я не закажу такой полноразмерный продукт, ни гель для душа, ни вот этот вот крем для тела. И наверняка выйдет лосьон, и вам не рекомендую. Если вы не любите кислые запахи какие-то, запах Litchie. Хотя вы знаете, вот сейчас вот этот кислый запах уходит. И, ну, остаётся такое что-то от вот этого продукта. Что-то такое еловое, хвойное. Ну, в принципе, неплохое. Нормальное. Так, и последний крем для рук. Последний, как будто их тут целая, целая артиллерия. Нет. Ещё один продукт – это крем для рук от, ну, хотела сказать, вот от Evroche, конечно же. Читаю, Manoy. Мне как-то даже странно, что вот Manoy, Manoy Detaity как-то положили в рождественский календарь. Я аж даже удивилась, я, честно говоря, и... Ой, пахнет очень классно. Ой, какой хороший. Вот Manoy-чик бы вот этот я полноразмерный заказала, кремушек. Очень приятно пахнет. Ну, вот я повторю, что мне как-то странно, что вот этот Manoy положили в рождественский календарь. Как-то не очень в тему. Ну, да ладно. Ну, да ладно, я только рада этому продукту. Давайте вот так, может быть, его расположим. Так, теперь лицо. Ну, видите, тут все идут миниатюрки. Ну, ничего страшного. Календарь небюджетный, сразу хочу сказать. Но так как было минус 100 крон за минусом, по-моему, 599 крон 600. Раньше они дешевле стоили. Но я понимаю, что сейчас времена непростые. Вот. И как бы согласна с тем, что вот минус 100 крон. И поэтому, ну, как бы цена чуть-чуть пониже получилась. Что теперь? Теперь лицо. Опять же, какой год уже кладут они. Хотя я в прошлом году не заказывала, но заказывала перед этим. В 21 году я заказывала. И в 20 году два календаря у меня были. И, конечно, во всех в них имеются вот эти вот мицеллярки. Чистые водоросли серии. Очень хорошая вот эта серия. И что-то даже в полноразмерке есть. Ну и, соответственно, вот такой вот очищающий гель. К этой мицеллярочке. А тоже серия пью и альба. Чистые водоросли. Так, что следующее? Следующее это, ну, давайте вот покажу сразу лимиточка. Это бальзам для губ. Чё это он у нас так не захотел фокусироваться. Лимитированный бальзам для губ с карите и миндалём. Тоже из вот этой серии. Бальзамчики у Евроше очень хорошие. Я их очень даже люблю. В зимнее время прям то, что нужно, особенно вот этот вот с маслом ши, будет в тему. Так, теперь мимимишки. Здесь три крема. Первый крем это из серии Сенситив Камамила. 7 мл здесь всего лишь. Лёгкий крем такой дневной. Следующее это крем-гель 48 часов увлажнения. Тоже 7 мл. Тоже Гидроведжетал у меня много раз был. И миниатюрки были, и полноразмерки тоже были. Так, и последний крем. Это крем против морщин дневной. Тоже 7 мл. Это уже филер Веджетал. Ну, такая уже более возрастная серия. Так, что-то я тут так полно ставила. Совсем в тему. Ладно, следующее. Это тоже раздел лицо. Это маска для лица. Она у меня была. И сейчас, кстати, она у меня в летнем уходе. С календулой. 30 мл. Очень хорошая маска. Она тут восстанавливающая. Мне она очень-очень нравится. Вот сейчас я заканчиваю ее. Может быть, даже уже в пустых баночках она у меня будет. А может быть и нет. За лето. Так, что еще было в календаре? В календаре была вот такая миниатюрка от, опять хочется сказать, от Ивраше. Ну, да, от Ивраше под названием Верт Энвули. Если я правильно прочитала. Очень классный аромат. Я его хотела заказать. Он был, знаете, именно вот эта вот миниатюрочка 5 мл. Продавала с 70% скидкой. Но не получилось у меня заказать ее. Поэтому я заказала другой парфюм. Сейчас вам его покажу. Но я очень рада, что, так сказать, урвала этот парфюмчик здесь в календаре. И я бы с удовольствием купила себе такую полноразмерочку. С удовольствием. Очень хороший аромат. Такой свежий. Действительно какой-то зеленый, травяной. Я люблю такие. Так, теперь что еще здесь? Это тушь. Очень красивое вот такое оформление метаморфоза. Посмотрите, какая красивая. Очень красиво оформленная метаморфоза. Затем лак для ногтей. Это я уже вам показываю, что здесь было в декоративной косметике. Лак красивый. Я такие лаки обожаю просто. И оттенок здесь. Rouge Amarillis. Красный Amarillis. Ну, Amarillis это, конечно же, цветок Рождества. Цветок Рождества. Далее. А далее это помада. Вот она такая помада. Ну, как всегда, красная. У меня очень много красных помад. Вы знаете. И штучки 3-4. Вот именно из рождественских календарей. Давайте с вами оттенок протестируем. Я, кстати, еще не тестировала ее. Даже не знаю, что за оттеночек будет. Ну, в духе Евроше тоже такой Амаралисовый цветок Амариллис или Амаралис по-русски. Вот такая вот красная помада. Мне она очень нравится. Классная. Но неносибельная. Жила бы я в России. Конечно бы горцевала с такой помадой. И в пир, и в мир. Вот такой вот флакончик красивый. Но, к сожалению, здесь не погорцуешь. Так, это вот были продукты из Адвент-календаря. Не знаю, продается ли в России Адвент-календарь. Честно говоря, даже не заглядывала на сайт. Но у меня, я вам как уже сказала, у меня была вообще цель сделать заказ на сайте Евроше. В этот раз, ну, вот летом. Потому что была летняя распродажа. И когда я календарь увидела, думаю, нет, я не буду спускать деньги на продукты по распродаже. Вот я лучше календарь куплю. Но все равно я кое-что купила из распродажи. И это мой любимый крем. Я считаю его самым лучшим. Дизайн поменяли, а не новый. Самый лучший крем из всех кремов, которые я пробовала и которые у меня есть в использовании. Крем для ног из серии Лаванда. Лавандовая серия. Вот этот классный крем. Он и увлажняет, и смягчает. И делает ваши ножки просто шикарными. Затем заказала я парфюмчик маленький. Пять миллилитров здесь. Сюр Ла Ланде. Тоже, как бы, ну, прежде чем заказывать полноразмерки, хотелось, конечно... А хочется заказать у Евроше что-то из парфюмерии. Ну, вот, не знаю запахи. Так, запах еще не тестировала. Ой, как сложно открывается. Ой, какой классный тоже. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то лавандовое здесь есть. Хотя я не знаю название. Ланде. Очень классный парфюмчик. Ну, вот эти вот два парфюма, они летние. Это не зимние парфюмы. Вот, кстати, в адвент-календаре, вот в этом, два продукта как бы не в тему. Хотя я им очень рада. Это вот этот вот парфюм. Он не новогодний, не рождественский. И это крем для рук от Маной. Но я только рада, что эти продукты есть здесь. Так, еще что? А все. А все. А следующее – это подарки. Подарки, вы знаете, кто меня смотрит. Смотрит мои заказы от Евроше здесь в Норвегии. Здесь подарками нас не балуют. Но, тем не менее, подарки предлагаются. И я взяла вот такой вот в качестве подарка продукт от серии Solar Pe La Parfite. 50 плюс здесь защита. 150 миллилитров здесь, как я уже сказала. Ну, нужен мне этот лосьон, потому что у меня есть средства от солнца. Но уже, как бы, думаешь о следующем годе. И, ну, как бы, готовь, Саня, летом. Ну, тут не очень уместно звучит пословица. Ну, я знаю, что начнется весна, начнется новый летний сезон, и все это будет продаваться по большим ценам. Ну, почему бы не воспользоваться скидками и не купить заранее такие продукты, которые продаются либо с 70% скидкой, либо вот предлагаются в качестве подарка. Я в качестве подарка и выбрала этот продукт. И еще один продукт – это серия Hydra Vegetal. Это увлажняющий крем. Ну, вот эту Hydra Vegetal я очень люблю. Это вот как раз-таки вот эта вот мимимишка. Только это полноразмерка, которая пришла в подарок. Ну, и последнее, что здесь положили в подарок и с рекламой на норвежском языке. Ваш игол, пожалуйста. Это, короче, бальзам для волос. И это шампунь для волос. Серия, серия, ботаник. Да, ботаник. Серия ботаник. Все. Вот такой вот заказ. Ну, заказывать ли вам такой адвент-календарь или нет, это уж, конечно, вы сами делаете вывод. Да или нет. Я очень довольна, что в этом году заказала календарь. Я уже как бы предварительно оформила подписку, не выдержала на календаре от Glossy Box и Look Fantastic. Посмотрела уже, так сказать, спойлеры этих календарей. Увидела, что там будут палетки теней. И поэтому тоже решила их заказать. Ну, только кто будет пользоваться вот этим вот всем добром, которого очень много. Я шучу, конечно. Я всем пользуюсь. У меня много пустых баночек. Я вам скоро покажу результаты своего использования. Ну, а вам всем большое спасибо за просмотр. Еще раз вам сводчик показываю. Увидимся мы с вами очень-очень скоро. Всех вас люблю, целую, обнимаю. И всем пока.